Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. И да, как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор моих покупок, которые я совершала за весь месяц май. Если вам интересно узнать, на чем же остановился мой выбор, тогда я вас приглашаю к просмотру. И надеюсь, вам будет интересно. Не забудьте взять с собой что-нибудь вкусное, потому что я думаю, это будет надолго. Так что вот так вот. Начнем, наверное, с того, что я уже показывала. Это покупки, которые я совершала для волос. Это покупки фирмы Эстель. Это шампунь и крем-бальзам. И к ним масочка. Более подробно вы сможете узнать о этих продуктах из видео, которое я оставлю в инфобоксе. Это новый уход за волосами мой. Так что вот так вот, девочки. Если интересно, проходите. Там я о них более подробно рассказываю. Следующее, что хочу показать, это средство для моего супруга. Это фирма Hand & Shoulders. Увлажняющий уход. У моего супруга появилась перхоть. И я долго думала, что ему взять. Но так как ему нужно было срочно поменять свой уход, мы просто с ним пошли в очередной раз в магазин. По-моему, Багнит Косметик. И купили его там. Хочу сказать, что да, действительно, у супруга прошла перхоть. Волосы стали мягче. И ему нравится. И у него аромат, знаете, кстати, это вот аромат, наверное, моего юношества. Блин, вот я им просто раньше пользовалась. Мне нравилось. Потому что, ну, просто других особо я шампуней почему-то не встречала. И почему-то выбор останавливала на этом. Но мы, в принципе, довольны данным шампунем. Здесь у него огромный номинал 400 миллилитров. Думаю, ему его хватит очень даже надолго. Следующее это покупки для ребенка. Это шампунь. Детский шампунь с первых дней жизни. Наша мама. Девочки, все те, кто мамочки, все те, кто собирается вот сейчас уже становиться мамочками, я имею в виду рожать, я рекомендую вам попробовать данный шампунь. Потому что этот шампунь, который, во-первых, он не пересушивает волосы, во-вторых, после него нет зуда, после него нет раздражений. Если даже пена попадает на слизистую глаза, не будет раздражений. То есть он не щиплет. И был грешок, я пользовалась данным шампунем. Ничего критичного он с волосами не сделал. Могу сказать, прикольный шампунь в плане ухода за собой. Но это в большинстве случаев как баловство. Но для ребенка я беру уже, девочки, третий год. И я очень сильно довольна данными продуктами. Так что вот так вот. И что-то стоит в пределах 150 рублей. Очень даже. И номинал у него идет 300 миллилитров. Хватит его надолго. Если будете пользоваться, он для ребенка. У меня уже тоже ставить некуда. А видео только началось. Следующее, что покажу, это ватные палочки и ватные диски. Они из магазина Лента. Проезжали мимо, заезжали. И я решила их оттуда взять неплохие средства, которые расходуются каждый день. И я вообще не думаю, что стоит на них как-то акцентировать внимание. И брать какие-то, знаете, там стоять, выбирать. Они меня устроили. Здесь двойная текстура и прошитый край вроде как. Они тоненькие, очень хорошо убирают. И справляются со своими обязанностями. А ватные палочки достаточно даже тверденькие. В плане того, что они не погнутся. Следующее, что хочу показать, это мыло фирмы Детол. То мыло, которое я беру уже очень давно. И сейчас я могу сказать, что я его использую для ребенка и для всей семьи. И он сейчас у нас используется абсолютно, не пересушивает кожу рук, максимально очищает. И есть у него очень классный плюс. Он обалденно пахнет. Любой его аромат, то есть независимо. Вот здесь у меня с экстрактом граната и малины. Сумасшедший запах. Такой, знаете, летний, весенний. У них любая коллекция, любого, любое абсолютно мыло Детол, оно по-своему классно пахнет. То есть мне очень сильно нравится. И я его беру и, наверное, еще долго буду брать, если не найду какой-то другой. Так что вот так вот, девочки. Как я уже сказала, даже использую теперь для малыша. Следующее, что хочу показать. Это тоже у нас гигиена. Это фирма Листерин. И да, в Инстаграм я у себя оставляла пост на него. Девочки, классная вещь, которая действительно справляется с неприятным запахом. А сейчас весна. Сейчас вообще время поцелуев, время каких-то романтических свиданий будет. Поэтому все те, кто ходит на свидания, да и вообще, в принципе, нужно запасаться такими штучками. Потому что это, ну блин, я не знаю, это то средство, которое меня по-настоящему сразило на повал. Потому что, во-первых, классно очищает после него долго свежее дыхание. Да, при применении он достаточно термоядерный. И после него здесь такое ощущение, как будто бы вы покушали хурму, которая вяжет. Но при всем при этом он действительно справляется с неприятными запахами. Если, к примеру, вы покушали что-то острое, там с чесноком, либо вы курите и увлекаетесь кофе. Он эти запахи максимально уберет. И вы будете себя чувствовать уверенно. Так что, девочки, всем желаю любви и свежего дыхания. Вот так вот. Следующее, что хочу показать, это будет у нас тоже очищение. Но это уже демакияж от фирмы L'Oréal. Это у нас идет эффективное удаление водостойкого макияжа. И хочу вам сказать, что я его беру впервые. Потому что раньше я брала от фирмы Garnier. И брала, по-моему, от Eiffra, что-то для удаления водостойкого макияжа. Так что вот этот у меня будет за тест максимально первый раз. И мне кажется, вот летом как раз такие вот штучки должны быть чуть побольше, в большем объеме. Для того, чтобы, во-первых, ну, блин, мне кажется, летом мы всегда пользуемся водостойкой тушью. Несмотря на то, что где бы мы ни находились. Потому что летом жарко. Потому что, в принципе, если не водостойкая тушь, она может потечь. А чтобы чувствовать себя уверенно, нужно пользоваться водостойкой тушью. И поэтому, производитель, добавьте объема. Потому что здесь 125 мл. Ну, сколько это надо? На неделю им пользоваться? Ну, не знаю. Больше номинал не нашла. Попробуем, потестим. Так, следующее, что я хочу показать. Это у нас персиковое масло, которое я купила в аптеке. И хочу сказать то, что я сейчас стала химичить на то, что... Мне хочется поменять свое масло. Так, подождите, нет. Я, как вы знаете, я уже говорила, ну, подписчики мои знают о том, что я очень сильно с теплотой отношусь к маслу Клоран с голубой орхидеей. Но при всем при этом я понимаю то, что цены на это масло стали расти. И я стала просто миксовать какие-то масла между собой и добиваться какого-то положительного эффекта. Чтобы не было забитых пор. Потому что у меня чувствительная кожа, как я уже повторяюсь не один раз, и склонна к высыпаниям. И сейчас я подбираю масла, которые не являются комедогенными, и начинаю как-то их смешивать между собой, чтобы добиться того результата, который я хочу от масел. И если вам интересно узнать, какие масла я использую, в каких пропорциях, и как я их потом наношу, вы пишите в комментариях, для того, чтобы я могла как-то понять, хотите вы это послушать или нет, нужно ли вам это или нет. Но на лето, мне кажется, когда мы загораем, особенно это вообще актуально. И купила, кстати, вот эти 25 миллилитров, что-то за 40 рублей. Не знаю, насколько это будет правдившное косметическое. Даже 25 рублей, девочки, я его купила, вру. Насколько правдившное это косметическое, настоящее мыло. Но посмотрим по ходу событий. Я его буквально, по-моему, использовала как-то недавно на волосах. Следующее, переходим к волосам. Это у нас, я купила лак Тафт. Для чего я его купила? Вы ни разу не видели в моих покупках какие-то укладочные средства. В этот раз я их купила не для того, чтобы заниматься какими-то прическами, а потому что, ну, мастера, которые подстригают челку мою, мастер точнее, ну, мы никак не можем с ним договориться, чтобы он мне подстриг так, как я хочу. Потому что все, каждый раз после того, как мастер мне подстригает челку, я все время, периодически возникает мысль о том, что просто отрасти челку и быть без челки. И в этот раз опять мастер, ну, к сожалению, так получилось, что она немножечко не так мне подстригла, и у меня челка была абсолютно вся, торчала в разные стороны. Меня это вывесило, я просто пошла себе купила лак, и сейчас я периодически залачиваю себе челку. Ну, да, кстати, знаете, вот покупать себе лак ради челки, это, конечно, глупо, но при всем при этом я уже не могу. Так что вот, не знаю, как бы лаками я не пользуюсь, укладочными средствами, и для челки, в принципе, неплохо справляется. Единственное, после него, кстати, я могу сказать, отойду так, после него ощущение того, что у вас, ну, не свежие волосы, я не знаю, почему, и какой лак нужно выбрать, чтобы волосы были чистые, когда вы их лачите, покрываете лаком чистые. Следующее средство, это у нас уже суперобъем Мегамания Глот Туби, это спрей мусс с запахом малины. Я не могу сказать, что я фанатка малины, нет, я просто сладкоежка, я люблю разные запахи, я люблю ваниль, клубники, я множество запахов люблю, так что не думайте. Но вот этот вот у нас идет с запахом малины. Что могу сказать, для чего я его взяла? Меня не покидает мысль делать какие-нибудь себе прически, хотя бы делать какую-то укладку, точнее, с объемом хотя бы для съемки видео, потому что в жизни я не могу добиться какого-либо эффекта объема на волосах. И взяла попробовать данный мусс. Но что могу сказать, цена у него не бюджетная далеко, я попробовала один раз сделать укладку с данным муссом, и я еще пока с ним не сдружилась. Но надеюсь, у меня как-нибудь получится, и может быть для девушек-обладательниц такого же типа волос, как у меня, и также стремящихся к ней объему, может быть я сниму данное видео, как создать с этим муссом какой-то объемчик. Так что вот так вот. Ну не знаю, девочки, кто-нибудь пользовался им? Как им пользоваться правильно? Вроде бы делают по инструкции, но опять, знаете, криворучка абсолютная. Следующее, что хочу показать, это... Та-дам! Это Nivea Man. Экстремальная свежесть. Свежесть антипреспирант 48 часов. Это шариковый дезодорант от Nivea. У него, как вы знаете, свежий, но при этом какой-то приятный аромат, и на мужчинах он раскрывается, ну по крайней мере на моем он раскрывается. По крайней мере на моем мужчине. Мне нравится, как он раскрывается, и мне нравится то, что данный антипреспирант, он совершенно не перебивает запах парфюма. То есть он как-то, знаете, так подстраивается под парфюм, хотя могу сказать то, что это, ну, наверное, относится к семей... относится к сегменту абсолютного люкса, бюджета. Поэтому, не знаю, мне понравилось. Я вообще удивлена антипреспирантами, дезодорантами фирмы Nivea, и то, что они действительно справляются со своей задачей. То есть как бы нет неприятного запаха, естественно, нет влажности в зоне подмышек. Следующая покупка, это была уже для меня, тоже от Nivea. Эффект пудры 48 часов, мягкий уход с калиновой пудрой. Девочки, это уже, наверное, третий дезодорант, который я покупаю, от которого я в полном восторге, в плане его аромата, в плане того, что он... То есть, как бы, знаете, есть некоторые дезодоранты, когда ты им пользуешься, и потом вот ты поднимаешь, простите, руки, ты как-то двигаешься, и ты не чувствуешь свой аромат своего какого-то парфюма, а чувствуешь именно запах своего дезодоранта. И мне очень сильно не нравится, когда в моем окружении появляются такие люди, от которых, простите, пахнет дезодорантом. А данный вот дезодорант от Nivea, он подстраивается под кожу, то есть, нет с ним потоотделения, да, то есть, как бы, предотвращает какую-то влажность, убирает запах, если у кого-то есть проблема с запахом. И при всем при этом, я могу сказать, то есть, как бы, ну, им он не пахнет, цедрант, то есть, я его не чувствую на себе. И здесь у него объем 50 мл, как и у предыдущего. И, в принципе, я им сильно, я им довольна на данный момент летом, мы посмотрим, как он будет работать. Нет, так будем искать, что это другое. Так что сейчас это, безусловно, мой фаворит. И да, интересно ли вам будет посмотреть видео о моих фаворитах весны? Если да, конечно же, тоже пишите в комментариях. Хотя, наверное, я уже к этому времени сниму видео о своих фаворитах. Вот, по-моему, здесь все. Нет, забыла показать вам. Я же все борюсь с лишними волосиками, которые появляются где-либо. То есть, я такая, знаете, маньячка каких-то определенных моментов в уходе за собой. Ну, так вот, купила я себе попробовать первый раз в жизни пасту Шугаринг. Это паста называется Глория. Мады, 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 мады. Мады я не могу вам сказать, кто это. Здесь просто я не вижу. Наверное, это Россия. Ну, скорее всего, но не суть. В общем, это плотная паста. И как мне... Кстати, пахнет классно. Я ее уже попользовалась, если видно, да? То есть, как бы, как мне посоветовала консультант, консультант в профмагазине, где продается все для салонов, она мне сказала, возьмите вот эту вот. И вообще, классная вещь, которая убирает все лишние волосы, где бы вы их не захотели убрать. Отдельное видео я об этой штучке, конечно же, сниму, потому что я хочу посвятить перед летом именно теме удаления волос. Я думаю, это будет интересно. Как подписчикам и как тот, кто зайдет ко мне впервые, потому что могу вам сказать, девочки, так, на удаление волос, именно восковые полоски различные, я съела собаку и хочу просто поделиться мнением о данной штучке и как ей пользоваться. Ну, запах, девчонки, прям, знаете, я вспоминаю от детства, если кто помнит, вот эти вот петушки на палочке, если кто-то, может быть, делал сам эти леденцы из сахара, то есть вот эта вот штучка пахнет этим. Могу сказать только одно, это огромное мое разочарование, которое стоило не бюджетно, оно стоило 700 рублей. Это та штука, которая просто, ну, блин, оно просто тупо рвет волосы и поэтому как-то, ну, наверное, нет, я ее брать не буду. Конечно, я буду пытаться допользоваться, буду смотреть, как с ней подружиться и, может быть, скорее всего, видео сниму, как вот я с ней подружилась и свое какое-то мнение. Так что вот такая была у меня покупка. Следующее, что хочу показать, это будет уже быстренько декоративно, я максимально хочу снять по-быстрому видео для того, чтобы ваше время не отнимать и долго об этом и рассусоливать. Это лак от фирмы Гош, у него идет цвет, сейчас я вам скажу, 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 а я вам не скажу, какой цвет, потому что тут цвета нет. Это 401, наверное, у него номер, он у меня сегодня на ручках, вот если вы видите, у меня сегодня такой маникюрчик я сделала. В инстаграм я уже запостила, сегодня у нас было дождливое, я захотела сделать. Что я могу сказать, вот этот вот лак, он у меня, абсолютно, наверное, у него три слоя, три или четыре слоя, чтобы добиться вот этого эффекта, вот именно такого небесного голубого. Но классно то, что у него нет резкого запаха от стона, ну, какого-то, да, растворителя, и минус заключается в том, что он очень долго сохнет. У меня, к сожалению, нет топ-сушки, который, ну, уже надо, скорее всего, себе приобрести, но так, в принципе, 5-10 минут он высыхает, и вот сегодня я весь день занималась там уборкой, гуляла с ребенком, и он не обкололся, вполне очень даже презентабельно выглядит. Но, скорее всего, я завтра что-то сделаю себе новое, потому что каждый день что-то хочется интересное, так как хочется всегда что-то менять и находить какие-то новые цвета. Так что вот так, я, по-моему, он стоил что-то больше 100 рублей, могу сказать, девочки, это первое мое знакомство с фирмой Гош. Девочки, 024 у него номер, я тут нашла, Бэби Блу называется. Ну, цвет, правда, классный, мне очень сильно нравится. Следующая, это покупка от фирмы Орли, это были две такие пилочки, 180 у нее, на 180, на 120, по-моему, на 120, да, на 120 я убираю кутикулу, а вот этого черника я подпиливаю в свои натуральные ногти. Неплохие пилочки, которые тоненькие, удобные, и что-то, по-моему, чуть больше 100 рублей они стоят, насколько я помню, если я не ошибаюсь и не путаю ни с чем. Ну, классные пилки, которые я первый раз пробую, и очень осталась ими довольна. Могу сказать так, это, по-моему, у нас Made in Germany идет, если мне, насколько мне известно. По-моему, это Германия. В общем, производство фирмы Орли. Следующее, что я хочу показать, это декоративная тоже небольшая покупочка, это карандаш для бровей, вот такой у него цвет. Могу сказать, девочки, так, как я уже говорила, я в поисках своего идеального карандаша для бровей, то есть я им уже пользовалась. Но, единственное, наверное, перечислю несколько плюсов о том, что он хорошо наносится, хорошо передает свет, у него удобная вот эта вот щеточка, которая хорошо растушевывает продукт и не царапает кожу возле ее глаза, да. Промахнулась цветом. Для меня он слишком теплый, для меня он, знаете, такой вот прям с ржинкой, и как-то мне не очень нравится его наносить на бровях. Но, так как я уже, наверное, писала, и вы читаете, если заходите ко мне в Инстаграм, я любитель карандашной техники, мне очень нравится именно карандашами добиваться того эффекта, который я хочу, я его миксую с другими карандашами, и на бровях получается именно тот цвет, который мне хочется подать в макияж. Если вам интересно узнать, девочки, как я миксую, тоже, конечно, пишите комментарии, для того, чтобы можно было как-то ориентироваться. Не сказала, что за фирма. Это фирма Гурмантис, это, по-моему, косметика магазина Рингош, классик бровлайнер, светло-коричневый. И он тоже, по-моему, идет, насколько мне известно, немецкое качество у него. Ну, говорю то, что единственный минус, это я не попала с цветом. А так, по текстуре мне очень даже понравилось. Ну вот, девочки, это были все мои покупки. Надеюсь, вам было интересно, что-то вы для себя подчеркнули, и, может быть, вы что-то захотели купить. И да, если у вас, как я уже говорила в видео, у вас есть какие-то предложения, и если вам будет интересно снять те видео, которые я вам предложила, конечно же, пишите в комментариях, для того, чтобы я могла понять. И да, девочки, еще хотела задать вам один вопрос. Хотели бы вы, чтобы я снимала для вас видео о покупках? Именно покупки одежды, каких-то аксессуарах. Будет ли вам это интересно? Потому что, как-то вы знаете, для меня это будет новая стезя, и стоит ли мне пробовать себя в этой области? Вот, вроде бы все сказалось, сегодня наболталась, ужасно устала, потому что только что гуляли с ребенком. Вся такая на сумбуре, вся в эмоциях. Но, думаю, иногда можно снимать такие видео для того, чтобы вы чувствовали меня абсолютно живую, даже через экран и через какое-то время. Абсолютно живую в эмоциях. Вот, вы знаете. Так, все, девочки, всех люблю, целую. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. И, конечно же, на Инстаграм. А я вас всех люблю, целую. С вами была ваша Ира. До новых встреч и всем пока-пока.